Всех приветствую! С вами снова Александр Алексеев. Хочу сегодня рассказать о лечении артроза перекисью водорода благодаря, как его звать, Михаилу Миронову. Большое спасибо, Михаил Миронов, тебе, если увидишь это видео. Я тебе очень благодарен. Увидел твое видео. Сначала, конечно, не поверил. Это естественно. Если с детства мне в башку убивали, что не занимаетесь самолечением, идите к врачу, то, естественно, поверить в что-то другое сложно. Артроз у меня с 2013 года. Походил по врачам. Меня обрадовали, что лечения нету. Есть только операция. Отрезают кусок костей бедровой, ставят туда железяку, бедро, керамику и то есть дальше можно жить. Но меня эта перспектива не устроила. Я стал искать в интернете, в ютубе. Вот нашел Михаила Миронова, вам показал, рассказал. Я, конечно, немножко это чуть-чуть усовершенствовал. Надеюсь, он не в обиде будет. То есть первый раз я сделал по его методу. Перекись водорода втирать не очень эффективно, потому что она быстро испаряется и то есть не очень высокий эффект. Поэтому сначала я сделал, взял такой платочек, намочил его, приложил к бедру, заметил, что буквально через 10 минут он тоже высыхает. Затем я стал накрывать его салфанчиком и то есть он у меня сохраняется гораздо дольше, значит впитывается больше и эффект со временем стал намного быстрее, проще сказать. Пользуюсь уже второй год, вернее уже не пользуюсь, но уже второй год пошел. Сейчас тут все очень хорошо. Суставы у меня не болят. Также вот этот большой палец ноги, у меня он с армии, от сапогов, то есть тоже перестал болеть, колено, плечо. Сейчас коротко расскажу, как это делается, то есть как я делал. Ну как я уже сказал, просто пробовал так и так, но начал в процессе вот к такому методу, пришел два раза в день. Я пользуюсь шприцом, с бутылочки гораздо удобнее набирать. Набираю 3 кубика, 3-4 кубика на бедро, мочу салфетку, кладу на бедро и прижимаю трусиками всего лишь навсего. Допустим, вот такую маленькую делаю вот на ноге, на большой палец, на этот сустав больной, вот так делал маленькую. Ну на колено чуть больше этой, чуть меньше этой, то есть у меня вот их тут целая коробочка этих разных пакетиков. На колено у меня еще такой вот есть эластичный мягкий бинтик, пару штук, то есть я даже делал на два колена сразу, то есть они очень мягкие, эластичные, то есть туго не надо затягивать, надо просто чтобы держалось, зафиксировать. Два раза в день можно даже, я делал, когда первый раз у меня так уже болело бедро, что я уже практически ходить не мог, хотя у меня всего лишь вторая стадия, но боли были очень серьезные, ходил я очень серьезной хроматой уже, и то есть три раза, первый раз я вообще три раза в день сделал, на второй день я тоже три раза в день сделал, где-то я тогда еще как бы в моей голове же страх был, я побаивался, делил по 20 минут. На третий день вечером у меня боль пропала, то есть я еще пару дней поделал и потом перестал, то есть довольно уже эффект был у меня очень быстро, но единственное, что я к этому еще раньше начал, я сделал такие ремни на стенку, к ним прикрепил вот такие пружины от эспандера и с креплениями, здесь есть липучки, но липучками я не пользуюсь, я уже приспособился так, то есть цепляю на ногу, это по системе Бубновского и делаю такую вот гимнастику всего лишь на все, то есть тяну нерезкими плавными движениями раз 20-30, ну я думаю кто сколько сможет, это не очень важно, главное перед вот этим компрессом, если вы сделаете еще скажем вот такую гимнастику на сустав, на вытягивание, то есть вы увеличите кровообращение, затем приложите вот такой компрессик, и то есть со временем я понял, что вообще первый раз такие легкие покалывающие, ну как бы покалывания были, то есть как-то, ну да, тогда я еще побаивался, но со временем эти покалывания пропадают, еще самое интересное, я делал на бедро были покалывания, потом на колено были покалывания, когда стал делать на плечо и на сустав большого пальца ноги, покалывания пропали, то есть как бы организм, видать, привык уже к перекиси водорода, и еще заметил, что со временем, то есть я делал не постоянно, я делал только когда у меня начинало болеть, со временем я заметил, что буквально, то есть где-то я делал, ну это скажем, в месяц раз, иногда в два месяца раз, там бывало через неделю, через две, то есть боли возникали в разное время, делал я, но если сегодня заболела, я делаю два-три раза в день, то есть к вечеру перестала, на следующий день я еще делаю для профилактики, и то есть потом я не делал, бывает и месяц ничего не делаешь, не болит, все ништяк, но где-то через месяцев несколько я заметил, что эффект наступает буквально через 20 минут, то есть я как-то днем, видать, напрекся сильно, что-то тяжелое потаскал, не знаю, потому что нагрузки на суставы все-таки, и вечером у меня бедро заболело, я пошел спать, когда лег, он мне тоже болит, то есть сидел болит, лежишь болит, я понял, что уснуть будет проблематично, я сделал компрессик, естественно, я посмотрел на часы и заметил, что через 20 минут у меня боль ушла, я уснул спокойно, на следующий день уже у меня ничего не болело, то есть, я не знаю, мне кажется, все-таки лечит это, я назначил МРТ, временное МРТ, в следующем месяце, в июне пойду, в Германии это очень долго длится, то есть, сделаю МРТ, потом в августе у меня время посещения врача будет, то есть, вот такие тут сроки, то есть, по 3-4 месяца надо ждать, пока к врачу попадешь, и посмотрю на результаты свои, насколько это эффективно, но, по крайней мере, эффект, то, что у меня не болит, это уже огромный эффект. Далее я, конечно, у меня еще был гастрит, тоже с детства, не занимайся самолечением, ходи к врачу, ходил к врачу, гастрит, выписали таблетки, и пока пьешь таблетки, не болит, как перестал, так, значит, то есть, они не лечат, они, то есть, глушат болезнь. Я нашел профессора Ниуму Вайкина, большое ему спасибо, Царство Небесное, нашел видео, что он вроде умер, то есть, он объясняет, что перекись водорода можно пить, даже внутривенно, клизму ставить, но он рекомендует, прежде чем пить, очистить кишечник, чтобы нормализовать кишечную всю работу живота. Я нашел еще, как пьют люди, пищевую соду, то есть, я попил пищевую соду, затем где-то около месяца, затем стал пить перекись водорода, у меня нормализовалась работа желудка, у меня пропал гастрит, у меня пропали головные боли, то есть, я просыпался уже, вот, перед тем, как начал принимать, я каждое утро просыпался с головной болью, мне все-таки 51 год, не знаю, с чем это, я думаю, все-таки связано с теми как раз таблетками, которые я пил. Головные боли у меня, скорее всего, от них появились. Вот, что еще хотел сказать, ну, то есть, вроде все правильно сказал. 3-4 кубика на бедро, 2 кубика примерно на колено, ну, кубик-полтора даже хватает на сустав косточки большого пальца. 2-3 раза в день можно делать, время неограничено, то есть, я даже забываю иногда, допустим, на бедро, приложил трусиками, прижал, я даже иногда делал гимнастику вот эту вот, по-бубновскому сразу вместе, вместе с компрессом, и потом забывал, бывало и на час, и на полтора, то есть, иногда даже вот этот платочек, он даже уже как бы распадаться начинал, то есть, все-таки двигаешься и так далее, он начинает на кусочки распадаться, но это не важно, главное, что помогает очень хорошо. Вот так вот, информация для всех, у кого болят суставы, я думаю, это даже от артрита помогает, скорее всего, думаю, если при артрите еще пить по системе профессора Неумвакина, я думаю, тоже будет неплохой эффект. Всем удачи, не болейте, пока.